я всех приветствую снова значит на канале и в этом видео покажу вам очень интересный 4к монитор за 28 тысяч рублей да вы скажете мол таких полно уже 4к мониторов на 27 дюймов по 60 герц за 28 тысяч везде продаются без проблем и вы в этом плане будете полностью правы но в том-то и дело что этот монитор не на 60 герц она 144 и не 27 дюймов с дешевой вей матрицы а это 32 дюймовый IPS монитор за 28 тысяч рублей я давно уж хотел купить именно 4к монитор себе с большим экраном знаете на 144 герца но цена была там явно не самый дешевый модели китайские вроде там механики thunder robot все они как вы знаете начинались там от 50 возможно 60 тысяч и это на 27 28 дюймов а тут как бы все то же самое но в два раза дешевле но есть одно что меня смущало это сам продавец точнее площадка озон и как вы знаете на зоне бывают всякие прикольчики с подделками ли там фейковые ноутбуки и так далее поэтому если честно я очень сомневался что придет нормальный адекватный монитор в общем-то покупал еще раз повторюсь этот монитор я в начале мая вот перед вами чек я как бы не вру я всегда все что покупал личные показываю вам чек на экране они просто там скажу карточку товара этот мониторе действительно купил и поэтому все что в нем будет странным и ужасным я обязательно вам это озвучу и вот первое что мне знаете но не очень понравилось это ну довольно небыстрая доставка при помощи урал экспресс я почти месяц ожидал монитор хотя ему там ехать было на буквально две недели от силы второе это пошлина на растаможку я заплатил 2 500000 то есть два две с полной тысячи рублей по моему за пошлину но это по новым правилам с 1 апреля все что стоит больше 200 баксов вроде бы все это нужно растамаживать платить если не ошибаюсь 10 процентов от стоимости товара то есть стоит 28000 скажем монитор то я отдаю 2800 именно за эту пошлину таким образом до монитор стоит сейчас 28 400 вроде бы плюс сюда накидываем 2 800 короче 30 тысяч примерно выйдет вам вот такой монитор но все равно за 30 это не 50 тысяч и даже не 60 как за монитор механики с такими же характеристиками поэтому и так в принципе сойдет в общем мы с вами чуть позже распакуемся посмотрим что у нас там привезли но все это после небольшой рекламные паузы друзья я знаю среди мои зрители есть обязательно люди которые имеют дома ноутбук или просто хотели бы сделать свое рабочее место удобным и практичным так вот если вам нужно расширить возможности вашего ноута или скажем расширить возможности компьютера то с этой задачей отлично справится док станция или хабы от компании югрин я лично давно уже пользуюсь одной простенькой моделью купил еще пару лет назад его сейчас в обновленной линейке появились новые модели док станции югрин и рэву док про 12 в одном также его док про 10 в одном и 6 в одном все данные хабы обеспечивают подключение множество устройств от монитора до наушников и поддерживает работу с разными операционными системами в том числе и маковской из ключевых особенностей в этих моделях я бы отметил общую черту это то что все не оснащены портами с высокой скоростью передачи данных и мощностью зарядки до 100 ватт а еще данные хабы поддерживает подключение мониторов с разрешением до 8к что делает их идеальными для работы с видео и создание графики меня же лично сразу удивила самая заряженная модель в этой тройке это док станции 12 в одном в которой целых 6 юсб портов 2 hdmi входа с поддержкой 4k 60 герц и также 8 к 30 герц а также имеется слот под sd карточку один разъем под наушники один сетевой порт rg45 на скорости 1000 мегабит секунды а еще и нашел ethernet порт и что самое интересное один дисплей порт с поддержкой 4k 60 герц именно это и было для меня важным потому что мой компьютер стоит далеко от рабочего стола и до монитора приличное расстояние и вот если подключить все свои мышки и клавиатуры и даже дисплей порт всего через один тайп си на компьютере то все это заработает без проблем 4k 60 герц таким образом имеет дома скажем обычный ноут с входом тайп си можно подключить через док станцию 4k монитор через дисплей порт а также еще один монитор через hdmi то есть одновременно два монитора можно вывести через док станцию рэвдок про 12 в одном плюс подключить всевозможные usb девайсы и также заряжать смартфон и даже ноутбук через тайп си что очень и очень удобно одним словом все три девайса интересные и найдут своих покупателей под свой бюджет а я же для себя лично в пользование оставлю именно док станцию 12 в одном а для зрителей кто заинтересовался я оставлю ссылочку в описании переходите смотрите но мы вернемся к теме нашего видео и так после вскрытия коробки мы видели что в целом по качеству укладки или как правильно сказать качество сортировки части монитора буквально ничем не отличается от известных брендов целом все нормально аккуратно расположена всего на 6 частей это сам монитор далее два кабеля hdmi и дисплей порт и в конце блок питания внешний и крепежная ножка с подставкой из двух частей что насчет самой ножки я бы сказал следующее да она полностью металлическая что приятно но если честно с иной стороны у нее очень тонкая нижняя часть то есть сама ножка крепится всего одним винтом ну то есть да это не проблема но все же такую ножку я бы ну советовал один раз поставить то есть собрать и больше лучше и вообще не вертеть просто стоит и на этом сойдет очень она нежная бы так честно выразился мне нравится что крепление ножки было подсмотрено у xiaomi ну вы знаете эти модные две защелки что потом можно нажать на кнопочку быстро снять ножку это по современному это по молодежному тут я честно ставлю плюс а вот что насчет качества блока питания я честно не знаю что можно сказать об этом непонятно что за компания выпускает такой блок питания видимо местный какой-нибудь китайский производителя однако с точки зрения пользователя внешний питальник это лучше чем встроенный монитор потому что если он внезапно помрет этот блочок то я думаю без проблем можно найти на рынке ему замену вместо того чтобы разбирать полностью мониторы и нести его в ремонт это тоже самое что представьте себе смартфон в которой встроена зарядка что просто ну очень странно и если что случится зарядником придется разбирать уже весь смартфон а так внешний блок питания это тоже я считаю довольно приятный бонус в общем и целом наверно больше тут ну нечего уже рассказывать про комплектацию ну пару слов конечно можно сказать что еще есть инструкция вроде даже на английском и еще у нас два кабеля подключения которые как бонус тоже станут полезным кстати подключить эти два кабеля можно на тыльной части монитора сразу в два разъема hdmi и два разъема дисплей порт плюс в этой же области имеется вход под наушники я проверил он тоже работает а еще имеется встроенный динамик в сам монитор звук конечно я вам честно скажу ну прям ну очень ужасно просто вот китайцы решили все запихнуть в этот монитор за 28000 и даже не поверите есть rgb подсветка на корпусе монитора виде двух полосок и они тоже кстати работают и светят там весьма даже яркой и сочно короче если не включать все мониторы просто поставить его на стол в собранном виде зачитать все эти характеристики то есть 32 дюйма 4k и ps матрица 144 герц и при этом заклеить надпись странную тянсу компании например на thunder робот или philips не знает там иисус то крайне сложно сказать что этот монитор стоит 28000 в общем разницы вообще никакой потому что у меня были 4k мониторы засланные компаниями крупными я бы даже сказал в 10 раз более крупные чем данная неизвестная тянсу и честно я просто ну вообще не вижу разницы и еще более я потерял эту разницу после включения монитора ну во первых скажу сразу очень важный момент и что лично для меня предельно важное это полное отсутствие битых пикселей еще раз на секундочку монитор с подвальным брендом с 4k матрицы и не имеет ни одной мертвой точки что даже для супер брендов местами очень отличный результат вот честно я 10 минут пялился в экран проверял на всех цветах буквально все пересматривал и все пиксели у нас на месте конечно я понимаю что может пройти время и появятся эти мертвые пиксели кто знает но уже почти месяц целый месяц я сижу и работаю активно за этим монитором это сейчас мой основной монитор для всех задач и работает у меня 12 часов в день так вот сплюнем с вами чтобы не сглазить но целый месяц он работает и все с ним пока что еще в порядке я решил что если и буду снимать обзор то точно не на пару часов чисто для контента там протестирую а это прям мой основной монитор что приехал двадцатых числах мая вот такая вот действительно история теперь смотрите что по качеству картинки если его зрители знает что такое айпиест я думаю тут не стоит прямо объяснять что это самые насыщенные цвета кроме о лет матрицы за 100 тысяч рублей в нашем случае я снова не знаю буду сейчас нахваливать что покажется рекламой но мне плевать я скажу вот как есть прямо из коробки я ничего не настраивал не баланс белого не резкость не температуру я просто понизил яркость и контраст с 80 до 35 процентов еще раз на секундочку я понизил с 80 до 35 процентов потому что что запас яркости тут и ебически если так действительно выразиться для меня слишком ярко даже 50 процентов далее выше я сказал что прям из коробки я вообще не тратил время на настройки картинки потому что я не знаю каким образом на китайцы выставили уже откалиброванный профиль который мне показался оптимальным по цвету это предельная крайне большая редкость вы сами знаете что китайские мониторы не пришлось пять часов настраивать прямо из коробки я помню случай где я часами крутил ползунки то синий довольно яркий то зеленый тусклый то шлейф это слишком сочный красный или слишком сочный зеленый короче китайские мониторы да что там китайские мониторы даже м сай были мне мониторы которые тоже нужно было вручную настраивать и это парадокс это нонсенс что дешманский моника ютюан суза 28000 настроен довольно адекватное и вы скажете ну капец ты нахвалил монитор прям рекламное видео в отписке и так далее да я купил его за свои денежки и типа хочется как-то вот оправдать свою покупку но есть разумеется есть и бесячие моменты в этом мониторе который я лично для себя хотел бы отметить возможно это чисто мои личные замечания но для меня кажется слишком высокая ножка точнее вот прям монитор очень высоко приподнят и что интересно его нельзя как бы ну опустить ниже да мой рост не два метра конечно и такая ножка пришлась бы мне ну в самый раз но мой рост ну почти что 180 и для меня действительно высоко поднятый монитор даже как бы ну с довольно средним ростом и приходится постоянно держать зрение выше уровня глаз короче от этого устает шея зрение нужно понижать монитор но сделать это что невозможно потому что у нас в данном случае ножка не опускается зато существует решение и называется но кронштейн и кстати из-за того что ножка сильно поднимает монитор есть и второй неприятный момент видны все эти стремные черные провода что окутывает буквально эту ножку и это ну не очень аккуратно смотрится на рабочем столе и все время видны эти уродливые вонючие провода может быть кому-то на это абсолютно наплевать но для меня лично то есть меня это бесит если честно поэтому до кронштейн внешне сразу решает все проблемы и высоты монитора над уровнем стола и проблемы с кабелями но и тут есть опять нюансы и минусы которые тоже меня поймали врасплох дело о том что веса крепления то есть веса 100 это крепление на тыльной части монитора она утоплена в некую рамочку в которую вставляется ножка то что именно на защелке то что в комплекте и вот это крепление она не дает кронштейну нормально стать именно кронштейну что я купил за 3500 на секундочку не дает ему то есть дотянуться до отверстия под винты там буквально миллиметр не достает что в вошло укрепление и это ну очень как неприятно было узнать в данном случае короче я придумал взять какие-то старые пластиковые держатели от водянки и подложить их подкрепление чтоб типа был ну такой небольшой выступ и через эти чушки пластиковые закрутить 4 винта на держатели и да такая странная формула сработала и я сумел хоть как-то прикрепить данный кронштейн потом снизу значит я прикрутил его к столу вместе с монитором и вот пожалуйста вот такой имеет вид теперь нормально еще раз повторюсь нормально по высоте монитор в котором не видно вообще проводов и ножка та самая массивная не занимает пол стола вот и все что нужно было для этого сделать друзья кронштейн держатель монитора это офигенная штуковина она убирает все эти уродливые ножки и дает возможность вращать дисплей в разные стороны хоть на 180 градусов в любом положении вот так я и решил одним движением три проблемы с кабелем торчащим и задранным вверх монитором и большой но дешманской ножкой все просто это стоит 3500 есть кому интересно я оставлю для вас ссылочку описание под этим видео на данных кронштейн есть кому действительно интересно в общем друзья давайте перейдем и что у нас по качеству картинки то меня интересовали три вещи и то есть у нас битые пиксели об этом я уже сказал выше их нет действительно и второе это имеется ли эффект жвачки во время запуска динамичных шутанов я думаю вы знаете такой эффект он очень частая проблема дешевых матриц особенно вей матриц ну и третье что меня интересовало это действительно ли тут стоит одна миллисекундная скорость матрицы и если тут настоящие 144 герца так вот начнем давайте с вами с конца до матриц тут реально быстро я не думаю что прямо одна бельс секунда но может быть три возможно 4 миллисекунды но все равно это весьма достойно для айпес ну и конечно же здесь имеется 144 герца что по цветопередаче ты вам уже рассказывал выше она довольно отличная сочные цвета насыщенная картинка все что умеет айпес замечательно все тут имеется поэтому я и не взял именно более дешевую вей матрицу точно понимаю что в таком же мониторе разница там внутри 4000 зато лучше взять именно айпес матрицу и это лучшее решение чем довольно такая скажем посредственная вей матрица во первых тут полностью отсутствует эффект жвачки в шутанах нет никаких там нам знакомых шлейфов при резком движении камеры я не знаю точно что именно за матрицу используют в данном случае китайцы в этом мониторе я не стал прям знаете разбирать его раскручивать весь монитор все же мне как бы ну жалко мало ли что там сломает упрощайте мои 30000 но мне кажется тут используется в целом ну такая же матрица что и в крупных брендах просто там накрутка за имя плюс 20 процентов еще накрутка за всякие там сертификаты ндс и лицензии и прочее и в итоге такой монитор может стоить я думаю ну 60 возможно 70 тысяч без проблем они действительно так и стоит у крупных компаний 70 80 тысяч с айпес матрицами на 32 дюйма и 144 герца так что можно сказать что перед нами ноунейм который мог бы стать брендовым монитором с наклейкой иисус или там и мы сай и мы получили бы ценник умножены на 3 это точно я не часто прям делаю удачные покупки обычная промахиваюсь 50 на 50 но и тут я бы мог сказать что я купил ну в какой-то степени неудачный монитор если бы ни одно друзья но если бы он стоил 70 80 тысяч но при ценнике в 28000 но пусть там даже 30 тысяч за растаможку то даже в таком случае за эти 30 тысяч у меня просто ну совести не хватает не знаю язык не поворачивается назвать монитор неудачным ему просто нет конкурентов даже собрать и китайцы его же родные с такими же характеристиками всякие там полуподвальные бренды даже они стоят по 50 60 тысяч но точно не 30 очку я не призываю вас но ни в коем случае прям бежать покупать я просто удивлен что в этом болоте которым заполнили буквально весь рынок там всякими подделками дешманскими даже тут бывает реальные исключения короче вот такой монитор получился у нас я не знаю насколько остальные модели этой фирмы по качеству у нас будут но за эту модель я точно по крайней мере ну мне лично не стыдно было снять о нем видео на этом друзья я буду заканчивать всем спасибо что смотрели пишите комментарии что вы думаете по этому счету а мы с вами увидимся уже очень скоро не болейте всем удачи и пока пока